из центра города мы переносимся на первый восток москвы в останкинский район и здесь от мурманского проезда и железной дороги соединительной алексеевской ветки и вплоть до звездного бульвара проходит улица годовикова проходит она неподалеку вот железной дороги ленинградского направления алексеевской синие ветки и соответственно также неподалеку находится и техническая станция николаевка ну когда-то здесь находилась подмосковная деревня марьино и в этой подмосковной деревне эта улица называлась малая маринская улица но очевидно и конечно потому что рядом проходит и большая маленькая улица название которой и до сих корс сохранился мы на ней уже были там включая ну в 1360 году деревня марина вошла в состав москвы и через пять лет после вхождения состав москвы в 1365 году улица была переименована и стала улицей годовиков есть героя великой отечественной войны командира взвода погибшего в 1343 году при форсировании днепра в украине сергея годовиков родился в 1924 году ну соответственно прожил получается меньше 20 лет ну и почему именно здесь потому что он не то что он только потому что родился и жил в москве а потому что он еще работу есть токарем на заводе калибр вот но и получил там комсомольская организация заводской но это уже меньше технике самое главное конечно что есть работа ну и соответственно жил конечно заводских домах говорят раньше здесь проходила еще подалеку от этой улицы железная дорога ну очевидно кто связан промзона ну в общем железнодорожные пути были разобраны второй половине 20 века улица жилищно-социальная то есть на ней находится в настоящий момент только жилые дома и разные социальные объекты жилые дома здесь как все советского времени но ведется уже и новое жилищное строительство активно частный в акцию ведется на территории бывших заводов калибр и калибров живые дома здесь 5 8 9 и 12 этажей 330 360 годов постройки и 14 этажные 372 года постройки но здесь много домов заводских еще от завода калибр который здесь находился не так давно вот но разные этажности но снова не заводский завод завод но как тогда очень советское время было принципе принято когда от крупных заводов были дома для рабочих этих заводов ну и начинается он соответственно разноэтажными домами с левой стороны 8 5 и 12 и 14 этажей как раз находящийся около бывшего завода калибр и дальше находится прям по всем границам бывшего завода подходит московская энергетическая компания под номером 7 а фериалов на северо-восточных москвы ну это даже здание бывшего детского сада как раз тоже от завода калибр построена 364 году но теперь все внесено забором ну и потом находится энергетическая компания ну а дальше вот на месте бывшего завода цехах этого завода на его здание сейчас обосновался технопарк калибр вот по номером 9 там очень много строений много разных корпусов занимает бизнес-центра какие-то ну и всякие другие разные организации составляющие технопарк калибр вообще завод калибр основа в 1932 году и выпускал контрольные измерительные приборы и измерительные инструменты то есть все связано с измерением вот ну соответственно трудностных вести завода как в 90-х годах как принципе обычно но до 2000 годов как он еще в конце с концами сводил ну а в конце 2000 году был закрыт за неретабельность ну и через какое-то время был в общем-то перепрофилирован в 2015 году технопарк и вот до сих пор там можно находить ну а на соседней территории за парком калибр на оставшейся территории калибровского завода соответственно сейчас ведется строительство на довольно большой территории жилого комплекса айла я люблю как бы так переводится чем вместе как и с айла там продаж соответственно сделал ну и конечно видно будет здоровенный комплекс построен так что будут уже и современные дома на этой улице тоже но пока одни советские строительство ватки убит там долгое время были просто развалины которые потом доросли на месте калибровского завода но вот теперь соответственно особенно в этом году началась очень интенсивное строительство ну там вопрос был собственником а я супер 155 отказался строить что-то там у них не сложилось и соответственно уже пришел новый застройщик и там строительство возобновилось очень ускоренными темпами а с правой стороны у нас соответственно находится начинается это будет с восьмиэтажного дома рядом находится у нее сам магнит и дальше идет несколько корпусов школы гимназии под номером 4 4 всего корпуса находится в чем один таки этажный главный корпус вот потом идет рядом на по четырехэтажный языковой корпус это бывшая английская спецшкола но сейчас это лингвистическая гимназия считается сильным изучением иностранных языков вот сначала идет пятиэтажный основной корпус и рядом с трехэтажный но языковой язык изучают основном по преимуществу и корпуса были построены еще в советское время в 360-х годах ну а за ними находится уже два современных корпуса построены в 2007 году в одном блок начальных классов а в другом соответственно находится администрация и соответственно разные кружки вот затем идет после гимназии гимназии этажный дом и соответственно дальше отходит широкий проезд который ведет до проспекта мира и дальше соответственно нас гаражи и за которыми находится московская электросетевая компания здание московского компании за которые находятся узкий проезд который идет до большой маринской улице но раньше была бы малая маринская а там раньше большая маны сейчас годы бихой раньше этот узкий проезд он соединял и большой малый маринский сейчас соединяет уже большую маринскую и соответственно годы бихой ну затем идет 5 5 этажек 5-этажные дома, и одна там 9-этажка среди них находится. И далее, соответственно, еще одна лингвистическая школа имени Годовякова. Ну, раньше обычная была школа, сейчас это лингвистическая школа, гимназия. И за ней, по номер 16, а за ней находится частный детский сад Фенатрия. По номеру 18, двухэтажное здание, то есть 163-го года построили. Но в детстве в советское время это был обычный детский сад, но теперь делали его часто. Затем справа отходит улица Бачкова, ну и заканчивается эта улица уже с правой стороны автобусным парком, ну сейчас я пилиал северо-восточный, Мосгортранса, который числится по улице Бачкова. Ну, собственно, между улицей Бачкова и улицей Годовякова он находится, но в основном, она его как раз, здание, территория, она выходит на улицу Бачкова. Ну и все, и дальше мы уже упираем Слезный бульвар, соответственно, и можно там тоже автобусы можно доехать и погулять тоже по Звездному бульвару по зеленой зоне между двумя проезжими. Вот. И дальше туда уже выйти к метро Воденха. Вот это... Ну а в принципе здесь через широкий проезд можно выйти от этой улицы станции метро Алексеевская. Подалеку. Самая ближняя станция метро. Воденха довольно далеко. Да, за Звездным бульваром уже. Вот. Ну что ж, вот все, что хотелось бы сказать об этой улице. Самое главное. Вот. Может потом удастся поговорить о закрытом заводе Калибр. Ну, это как-нибудь может потом. Вот. Ну а сейчас, конечно, сочетаний особых нету, тем более завод. В общем-то, часть его снесена, часть его выгнут в технопарк. Хотя сохранились там на территории и довольно интересные здания, в том, что это 330-е годов постройки еще заводские. Вот. Ну, они, естественно, уже тоже деконструированы вот при создании технопарка. Вот. Так что, в принципе, ну а остальные дома вообще ничего такого интересного не представляют. Социальные объекты, школы, энергетические китовые компании. Здесь, в общем, все как обычно. Ничего так особо интересного принести. Ну, на технопарк можно посмотреть. И как идет новое строительство жилых домов на месте бывшего завода, калибровского завода, в общем-то, в принципе, наверное, можно полюбопытствовать начало стройки. Ну, хотя, лучше, наверное, приехать уже будет потом, когда уже жилой комплекс построить, посмотреть его, как он будет увеличивать уже в итоге. Продолжение следует...